Всем привет! С вами Денис Доропей, горная секция МФТИ. В Байкальском походе, а мы сейчас на берегу Байкала, мы тестировали новое творение от компании Jetboil. Это система группового приготовления пищи. Честно говоря, даже не помню, как она называется. Ее еще даже нет в продажах. Появится она только в этом сезоне. Ну а сейчас я вам покажу, из чего она состоит, как выглядит, и дам свое мнение. Ну сразу поблагодарю компанию Mount Edge, которая предоставила эту горелку на тест. После этого похода мы вернем ее обратно, потому что это пресейл-образец. Ну а в походе нам она хорошенько послужила. Вон смотрите, остатки супа еще. Так, сейчас суп сполоснем, зальем водички и немножко погреем ее. А я вам расскажу поподробнее, что ищем. Начнем с описания самой горелки и ее свойств. Смотрите, первое, что бросается в глаза, это то, что баллон находится внутри корпуса. И причем находится в перевернутом состоянии. Давайте я расскажу, что это означает. Во-первых, это означает то, что газ поступает в трубочку в жидкой фазе. И это гарантирует работу горелки практически при любых, ну в общем при низких температурах. Всегда, когда есть минимальное излишнее давление в баллоне, газ будет подаваться, прогреваться вот в этой вот дуге. И уже попадать на рассекатель, превращаться в пламя, в энергии. Теперь, соответственно, сам баллон. Баллон может использоваться только маленький, 230 грамм. И это, конечно, кому-то покажется минусом, потому что это система группового приготовления пищи. Подразумевается, что газа на группу нужно тратить много. И поэтому хотелось бы использовать большие баллоны, а получится использовать только маленькие. Давайте вкрутим баллон обратно. Эпический фейл произошел. Что такое? Да вот я ручку забыл. Я ее постоянно забываю вытаскивать. Уже второй раз за этот поход я забываю вытаскивать ручку, когда вкручиваю баллон. Вначале нужно баллон вытащить, ручку разложить, а потом закручивать. Ну, давайте еще одна попыточка. Да, на мой взгляд, тоже это как-то не камильфо сделано. Может, какой ограничитель в сандалить, чтобы ручка туда не западала. Все, вкрутили баллон, зафиксировали. У горелки имеется пьезоподжиг, но, к сожалению, он у нас сломался. Ничего такого страшного нету. Вообще я не видел ни одной горелки старше одного года, у которой работает пьезоподжиг. Как правило, во всех горелках пьезоподжиг ломается очень быстро. Ручка регулировки, как я уже говорил, она вот так вот прячется в тело горелки и вытаскивается. Сама горелка вместе с баллоном прячется прямо в свою кастрюльку. Теперь кастрюлька. Объемом эта кастрюлька 2,5 литра. Я рекомендую наливать не более 2 литров, либо в момент закипания внимательно следить за пламенем. Потому что если налить 2,5 литра, то кипяток прям выплескивается. Есть традиционная для джетбойла вот такая вот неопреновая штучка-закрывалочка. И она не только уменьшает теплопотери самой кастрюли, теплоотдачу самой кастрюли, но еще и позволяет в горячем состоянии брать кастрюлю вот так вот, прям руками, без всяких прихваток. Мне такое решение очень нравится. И есть вот этот вот радиатор. По заявлениям производителей, радиатор позволяет экономить до 25% топлива. Горелка расходует 13 грамм на закипание 1 литра воды. Скорее всего, замеряется это все при нормальных условиях, когда у вас 24 градуса температура воздуха, 24 воды и до 100. Мы же здесь кипятим, ну сейчас температура около 0, и температура, как вы видели, я набрал рядом со льдом воду, температура воды тоже 0 градусов. Сама кастрюлька фиксируется вот так вот поворотом. Вы ставите ее, и она вот здесь вот пазы, бабушки есть, и она фиксируется в этих пазах. Соответственно, получается такая достаточно устойчивая конструкция. При этом площадь основания вот этого треугольника значительно больше, чем площадь основания баллона. Все устойчиво стоит. Теперь крышка. Крышка имеет складную такую пимпочку, пароотводящие штуки, которые лучше отворачивать от себя. Жжем. Жжем не по-детски. Пламя, видите, очень мощное. Горелка работает шумно. Ставим. Доворачиваем. Так, где там у нас пароотводящие штуки? Их сразу в сторону. Ну, сразу повалил пар, потому что на кастрюле у меня в радиаторах там была вода, и сейчас эта вода выкипает. Конечно, лучше не допускать, чтобы не мог радиатор, тогда не будет вот этой начальной потери тепла. Теперь по поводу регулировки пламени. Вообще, горелки Jetboil производителям не позиционируются для длительной готовки. Они позиционируются для кипячения воды. И это чувствуется, потому что регулировка пламени происходит с замедлением. Вы поворачиваете краник, пытаясь уменьшить пламя, а оно еще пару секунд сохраняет ту же интенсивность. К этому просто нужно привыкнуть, и проблем не будет. То же самое, если вы хотите увеличить, то не надо яростно крутить краник. Вы просто делаете поворот, ждете 2 секунды, и пламя увеличится. Ну, сейчас у нас все на полную мощность. Засечь мы опять забыли. Ну, давайте засеку сейчас. Ну, вообще я знаю, что полная кастрюля 2,5 литра от нуля закипает за 8 минут 30 секунд при легком минусе, при температуре около минус 5 градусов. Ну, знаю, потому что в походе мы регулярно кипятили воду и регулярно засекали. Давайте еще покажу свойства ручка. Ручка вот при нажатии таком вот боковом она складывается. Надо заметить, что в моем образце как-то прикреплена, приклепана ручка ну, с таким небольшим люфтом. Может быть, это ничего страшного. Может быть, уже в производственных образцах поставят нормальную клепку. А может, это нормальное состояние, когда ручка слегка пошатывается. Там у нас почти 2 литра, поэтому ждать 6 минут бессмысленно. Время я засек. Как только закипит, мы продолжим нашу съемку. На удивление, но закипела вода меньше, чем за 4 минуты. То ли тепло сегодня, то ли просто мало воды, но как-то очень быстро. Видите, адское просто парообразование. Мощь адская. Ох, аж крышка поднимается. Давайте сниму как раз вот за неопрен. Помните, что радиатор, когда вы ставите кастрюлю на лед, работает в обратную сторону. То есть вы ставите, и радиатор помогает ей быстрее охлаждаться. Охлаждаться. Ну, я поставлю нам пяток. Сейчас не так важен. Что касается работы этой горелки в ветер. Работает она стабильно при среднем ветре. Ну, такая встроенная ветрозащита у нее помогает. Но, тем не менее, конечно, как и любая другая горелка, при каком-то ураганном ветре она нуждается в защите. Поэтому просто ставьте, делайте кухню с подветренной стороны палатки, ну, или там из рюкзаков и ковриков делайте некую такую преграду, когда готовите. Это позволит просто не только комфортно готовить, но еще и экономить газ. По поводу экономичности. На мой взгляд, заявленные производителем параметры целиком выполняются. В этом походе мы тратили приблизительно один баллон, маленький баллон, 230 граммов в день на 5 человек. То есть мы тратили меньше, чем 50 грамм газа зимой в день на человека. На мой взгляд, результат просто отличный. Конечно, мы люди экономные, конечно, у нас были еще с собой термоса, и часть блюд мы готовили там в термосах, всячески старались газа много не тратить. Но, тем не менее, параметр этот очень хороший. При длительном походе весь дополнительный вес самой горелки, вот радиатора на кастрюльке, он достаточно быстро окупится. Ну, буквально, может быть, уже за два дня. С вами был Денис Доропей, горная секция МФТИ. Выбирайте правильное снаряжение, смотрите школу спортивного туризма, побольше путешествуйте. И помните, что если у вас нету газовой горелки, то дрова вам никто все равно не запретит собирать в лесу. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.